на нашем вебинаре, который сегодня будет посвящен разработке тематического планирования для уроков технологий в основной школе в соответствии с обновленными требованиями к содержанию технологической подготовки. Наш вебинар сегодня по счету уже пятый, мы с вами с 28 мая до сегодняшнего дня обсуждали как раз вопросы обновления содержания, подходов и моделей организации технологической подготовки школьников, включая аспекты и учебно-методического обеспечения. Сегодня мы с вами более подробно поговорим о том, как разработать тематическое планирование, на какие моменты стоит обратить внимание. Итак, мы с вами уже говорили, что все изменения, которые на сегодняшний день происходят в рамках нашей предметной области, связаны с реализацией концепции преподавания предметной области технологии в общеобразовательных организациях, которая предполагает переход от, как бы мы сказали, традиционных форм преподавания технологии изучения традиционных технологий к инновационным современным формам вот в данный переходный период до 2024 года. Также в феврале месяце были утверждены два нормативных документа, которые как раз предполагают план мероприятий по реализации данной концепции, а также методические рекомендации по работе с обновленной примерно основной образовательной программой по предметной области технологии. Мы с вами уже говорили о тех нормативных документах, в которых обозначены данные изменения. И сегодня, когда мы с вами будем говорить о планировании содержания предметной области технологии в рамках разработки рабочих программ, то, конечно, в большей степени мы должны руководствоваться основными положениями федерального закона образования в Российской Федерации, а также, как вы сказали, любой уважающий себя учитель должен знать требования федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования и, конечно, примерную основную образовательную программу основного общего образования. Соответственно, мы уже с вами рассматривали эти документы, а также определяли, что в условиях реализации концепции несколько изменяются подходы, модель и основное содержание технологической подготовки школьников. И на сегодняшний день основной целью технологического образования является таким образом организованная работа педагогов, которая должна обеспечить понимание обучающимися сущности современных технологий, перспектив обучения, а также ориентирность на развитие гибких, как мы говорим, и жестких компетенций, soft skills и hard skills, которые дадут возможность нашим скорникам познакомиться с существующими и окружающими их технологиями, а также сформировать определенные компетенции 21 века, которые мы формируем, называем 4К, такие как коммуникация, креативность, коллаборация, то есть работа в команде и критическое мышление. В связи с этими обновлениями мы с вами говорили о том, что увеличено количество часов на изучение технологий и в соответствии с новыми рекомендациями технология с 5 по 8 класс будет изучаться в объеме 2 часов в неделю и в 9 классе 1 час в неделю. Соответственно, когда наши педагоги приступают к разработке рабочей программы для тех учащихся, которые у нас пойдут в 5 класс, то одни должны руководствоваться этими требованиями. Ну и я уже на предыдущих вебинарах говорила, что если в школах, особенно в отношении 8 и 9 классов, имеют возможность и считают целесообразным дополнение количества часов на технологию в рамках уже вариативного компонента, школьного компонента, то это будет, конечно, очень хорошо, потому что это будет соответствовать и современному тренду в сфере образования. Ну и кроме, конечно, того даст возможность нашим ученикам получить возможность познакомиться с современными технологиями. Значит, мы с вами говорили, что рабочая программа – это нормативный документ, по которому педагоги работают в течение всего периода того или иного уровня образования, в данном случае до 5 по 9 класс, и в нормативных документах обозначены минимальные требования к рабочим программам, в том числе, как вы видите, здесь обозначена необходимость составления тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на свои не каждая тема. На предыдущих вебинарах мы с вами говорили о том, что все-таки каждая школа, как правило, разрабатывает свои локальные акты, свою нормативную документацию, в которых прописаны требования к содержанию, к структуре, к порядку оформления и неутверждения рабочих программ. И, соответственно, как правило, вот эти минимальные три позиции требований, они более конкретно раскрываются, определяются, как это все должно быть сделано. Также мы с вами говорим о том, что требования к результатам технологического образования в рамках ВГОС основного общего образования тоже было конкретизировано в 2015 году. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, потому что, когда на экспертизу приходят рабочие программы, то очень часто именно в пояснительной записке педагоги представляют информацию, которая была задержана в требовании ВГОС на момент его утверждения в 2010 году. Поэтому прошу обратить ваше внимание, педагогов и, прежде всего, администрацию, для того, чтобы требования соответствовали как раз тем современным позициям, которые на данный момент обозначены. Естественно, когда мы разрабатываем тематическое планирование, то прежде всего в голове мы держим необходимость достижения тех планированных результатов освоения учебной программы по технологии, которые заложены и в ВГОС, как я только что сказала, и в примерной основной образовательной программе. Мы с вами говорили о том, что как раз модель организации технологической подготовки была изменена. Если раньше у нас было блочное построение, да, и программа в содержании состояла из трех тематических блоков, то на сегодняшний день у нас модель построена в блочно-модульном формате и появилось еще шесть, как минимум, тематических модулей, которые позволяют конкретизировать содержание вот этих тематических блоков с одной стороны, а с другой стороны обозначить как раз вот эту внутри предметные связи, обеспечить предметную интеграцию, поскольку наш предмет как раз носит вот такой прикладной интегрированный характер и требует необходимости, так скажем, такого синергетического применения знаний, опыта, который был получен на других предметах для того, чтобы реализовать его в повседневной жизни. Поэтому мы помним, что у нас результаты обучения включают не только личностные и метапредметные универсальные учебные действия, да, включая основу проектно-учебно-следовательской деятельности, и КТ-компетентности, но и предметные результаты, которые на сегодняшний день в новом формате сгруппированы в три, как бы мы сказали, позиции. Это культура труда, это предметные результаты и проектные компетенции. И, соответственно, вот те три блока и те три модуля, они тоже должны быть, естественно, учтены при составлении рабочей программы. Еще раз немножечко просто, так скажем, актуализируем наше представление об обновленной примерной программе. Значит, у нас сохраняются те же самые три блока тематических, которые были. В рамках новой программы они обозначены каким-то таким оригинальным названием. То есть блок, который был направлен на изучение современных технологий и перспектив их развития, обозначен понятием технологии. Блок, который предполагал формирование основ технологической культуры и проектно-технологического мышления, обучающихся, обозначен позицией как культура. И блок, связанный с профессиональным самоопределением, построением образовательных траекторий в планах области профориентации, обозначен как личностное развитие, которое на самом деле предполагает именно развитие личности и определение его в рамках реализации построения жизненных траекторий. Поэтому здесь как таковых изменений не произошло. Но поскольку у нас в программе не было четкой конкретизации результатов в том или ином содержательном плане, то в новой модели, вы знаете, были предложены шесть базовых модулей, которые как раз в уровне, как бы мы сказали, формате дают возможность учащимся либо просто познакомиться с теми или иными технологиями, закономерностями технологического развития, либо при наличии определенной материально-технической базы, профессиональной подготовки педагога, возможностей сетевого взаимодействия, интересов обучающихся, как раз более расширены, более углубленно изучать те или иные тематические модули. Два из них, по сути дела, это наше традиционное содержание, это модуль производства и технологий, технологии обработки материалов и пищевых продуктов. Но понятно, что поскольку у нас появляется новое содержание, часть вот этих традиционных модулей будет подаваться в более, как бы мы сказали, таком усеченном формате, уменьшенном формате. Но здесь несколько иная, как мы говорили в прошлом раз, методология построения учебного процесса. То есть мы здесь идем не от просто знакомства с технологиями, а от тех объектов труда в материальном или в информационном формате, которые должны создать наши ученики. Вот и соответствующим образом в данном формате изучаются данные модули. Также у нас есть модуль компьютерная графика черчения. В принципе, это тоже наш традиционный модуль, только раньше мы в большей степени делали упор на инженерную графику или, как мы говорим, ручное черчение. На сегодняшний день, как вы понимаете, большая часть технологий требует как раз умения работы с различными компьютерными ресурсами. Это различные графические редакторы, в том числе и программы, связанные с формообразованием. И, соответственно, в данном случае новый модуль 3D-моделирования, протипирования и макетирования, по сути дела, есть некая интеграция, практическое проявление с одной стороны и модуля компьютерной графики и черчения, и технологии обработки материалов. Потому что здесь есть достаточно большие возможности для как раз реализации проблем, связанных с обучением основы, кастурированию, моделированию, дизайну и так далее. Два новых модуля – это робототехника и автоматизированные системы. По сути дела, дают возможность нашим ученикам познакомиться с современными, я бы все-таки сказала, промышленными и производственными технологиями, поскольку как раз автоматизация, роботизация современного промышленного производства – это уже реалии сегодняшнего дня и самая актуальная перспектива будущего, в том числе и данные темы, связанные не только с производствами, технологиями, но и с технологиями как модуль введения дома, потому что и роботы, и автоматизированные устройства появляются в том числе и в быту. Ну и кроме того, есть возможность включать в программу изучение какие-то дополнительные тематические модули, ну, например, растеневодство и животноводство. Но данные тематические модули все-таки должны соответствовать тенденциям научно-технологического развития региона и реализации этнокультурного компонента для того, чтобы все-таки наши учащиеся имели представление о том, где они проживают, специфика данного региона, и, соответственно, могли, как говорится, более успешно социализироваться в повседневной жизнедеятельности. Значит, если в целом говорить, каким образом должно быть реализовано содержание, то мы с вами на предыдущих вебинарах говорили, что у нас получается очень вот такое тесное переплетение, взаимопроникновение, я бы даже сказала именно на синергетическом уровне, когда содержание блоков, содержание модулей очень честно переплетается. И сейчас достаточно сложно, на самом деле, выделить, а что у нас есть модули, а что у нас есть блоки. Поэтому, когда я, готовясь к вебинарам, пыталась определить, а что включить тематическое планирование, то, конечно, в данном случае были определенные сложности. Но для того, чтобы составить тематическое планирование, рабочую программу, мы, конечно, должны помнить, как я только что вам на схеме показывали, что мы должны учитывать личностные результаты обучения. Здесь мы с вами на предыдущих вебинарах говорили, что под этим обозначено примерно основной образовательной программе. Некоторые из них я здесь вам выделила с указанием на место размещения данных результатов в примерной программе. Точно так же обязательно учитываем метапредметные результаты, причем хочу обратить ваше внимание, что наш предмет как раз в большей степени здесь реализуется в рамках именно получения каких-то уже итоговых результатов, потому что наш предмет концентрирует на себе все ранее полученные умения, опыт практической деятельности, знания. Например, в рамках формирования основ проектно-учебно-исследовательской деятельности, это работа с информацией, это ИКТ-компетентность, какие-то коммуникативные, универсальные учебные действия. То есть, по сути дела, любой объект труда, любой материальный информационный продукт, который мы создаем в рамках наших уроков технологии, по сути, и есть результат вот этих метапредметных результатов освоения рабочей программы. Ну и кроме того, мы не забываем, что у нас есть требования, отраженные в программе воспитания и социализации обучающихся, потому что основной вектор нашей обновленной программы по технологии это вот две позиции, если вы, наверное, обозначили исследования, проведенные на основе интересов потребителей или собственных интересов, собственных технологических решений. Поэтому как раз все эти знания, весь тот опыт, который наши школьники приобретают в таких уроках технологии, это, конечно, такой социально ориентированный фактор, который нужен каждому человеку и в повседневной жизнедеятельности сейчас, ну и, соответственно, в перспективе профессиональной деятельности. Ну, я просто еще раз хочу обозначить результаты из примерно основной программы. Вы помните, что там у нас есть результаты по блокам освоения, да, причем напоминаю, что у нас здесь обозначен, как по всем предметам, базовый уровень, то есть выпускник научится, и повышенный уровень, выпускник получит возможность научиться. Причем обратите внимание, что на слайдах я как раз красным цветом выделила новые моменты, которых в предыдущем формате программы не было. Ну, по блоку культура, в принципе, практически все моменты мы и раньше включали в программу. Ну и что касается вопроса профессионального самоопределения, то здесь все-таки упор делается не просто на получение информации, умение ее, собственно говоря, озвучить, а как раз умение осмыслить, аргументировать, обозначить, характеризовать и те позиции, те моменты выбора, которые ученик представляет вот в своей жизненной траектории. Ну и если мы будем говорить о классах обучения, то еще раз, да, хочу обратить ваше внимание, на сегодняшний день они условно как раз разделены по вот этим трем тематическим блокам, но несколько иного понимания, да, то есть это культура труда, предметные результаты или так называемые технологические компетенции и проектные компетенции. Опять же, хочу вам еще раз напомнить, да, что то, что касается планированных результатов освоения программ по классам обучения, то здесь обозначен только базовый уровень, да, и соответственно, когда вы будете разрабатывать тематическое планирование, то вы имеете возможность какие-то внести вариативные темы, вариативное содержание, соответственно, вам нужно будет самостоятельно результаты обучения сюда внести, да, значит, или иметь в виду, что в таком расширенном или углевленном формате. Я просто еще раз пролистаю, да, что у нас обозначено, да, в пятый класс, у нас есть шестой класс, да, и, соответственно, когда вы берете классы обучения, то по результатам обучения вы имеете возможность тематически определить, на что у нас делается упор, и, соответственно, составить свое тематическое планирование. Опять же, хочу обратить внимание, что в данном случае результат нужно рассматривать в обобщенном, как мы говорим, синтетическом формате, да, и из этого одна тема, по сути дела, изучаем, у нас будет давать результаты и в формате культуры труда, и технологических компетенций, и проектной компетенции. Также некоторые аспекты организации технологической подготовки, они тоже оказывают свое, сказали, влияние посредное на разработку тематического планирования, да. Ну, прежде всего напоминаю, да, что у нас на данный момент программа единая, у нас нет делений программы для мальчиков, программы для девочек, как это раньше было в нашем традиционном формате, да, трудового обучения и технологической подготовки, вот, и нет разделения для городских и сельских школ, да, и, соответственно, мы должны понимать, что вот те результаты, которые заложены на базовом уровне, они должны быть достигнуты всеми учащимися. А вот в рамках уже вариативной части мы можем вносить какие-то изменения, и, соответственно, даже в рамках деления класса на группы эти изменения тоже могут присутствовать. Мы с вами на предыдущих вебинарах, говоря о моделях организации технологической подготовки, рассматривали вопросы, как будут делиться группы, и я вам говорила о том, что здесь есть три подхода, да, то есть условно мы его назовем гендерный подход, когда вы, как бы, традиционно класс делите на две группы, мальчиков и девочек, вот, и, соответственно, вот в вариативном содержании у вас могут быть какие-то как раз тематические различия в программе, и, соответственно, это нужно учитывать в тематическом планировании. Точно так же, если дети проявляют различные познавательные интересы, и вы можете при делении класса на группы предложить вариативное содержание группам, да, разные модули для того, чтобы, ну, как бы им более интересно было изучать наш предмет. Ну, и если это формальный подход, то есть вы просто класс поделили на две части, и у вас предполагается, что вы, два педагога, просто в свое время поменяетесь мастерскими, то есть половина года один педагог, год вести, половина года другой педагог, в данном случае вы можете сделать единую, да, рабочую программу, и тесно, что вам нужно будет указать со сменой дат проведения, кто из учителей будет реализовать тот или иной тематический блок или модуль. Вот, то есть поэтому здесь более подробно посмотрите наши вебинары, когда мы говорили о моделях организации технологической подготовки. Ну, и также я напоминаю вам, да, что в данном случае, когда мы разрабатываем содержание, тематическое планирование, мы учитываем обязательные требования, да, в ГОС и примерно основной образовательной программы и на базовом, и на повышенном уровне, да, у нас это обязательно должно отражаться. И, соответственно, когда мы проектируем содержание вариативного компонента, то в некоторых школах может быть определён некий школьный компонент, ну, например, наличие классов углублённых в изучении, специализированных классов по каким-то направлениям, которые так или иначе отражаются технологией. Может быть, это в перспективе профильные классы в старшей школе мы тоже в рамках какой-то пропедевтики это должны отражать. Ну, и в конечном итоге у педагога тоже могут быть собственные предпочтения, или, может быть, предпочтения обучающихся, соответственно, вы это содержание включаете в программу и в тематическое планирование. Кроме того, когда мы изучали нормативные документы, о которых я говорила ранее, например, письмо Министерства просвещения под 28 февраля 2020 года о методических рекомендациях по работе с обновлённой программой, то здесь тоже представлены рекомендации по классам обучения. Но, опять же, надо сказать, что они являются рекомендациями для того, чтобы мы, ну, вот, может быть, в первый год работы с данной примерно программой более чётко понимали, что в каком классе, в каком уровне, на какой последности мы можем изучать. Но это не говорит о том, что мы чётко должны следовать этим рекомендациям, потому что даже если вы внимательно соотнесёте эти рекомендации с планируемыми результатами обучения, там тоже будут не чётко выражены проявления, а какие-то общие подходы. Поэтому это к вам к сведению при составлении тематического планирования. Ну и сейчас я хочу как раз несколько вот таких вот слайдов посвятить именно тому, а как можно это тематическое планирование выстроить. Особо хочу обратить ваше внимание, что это моё представление, да, то есть это мой опыт работы в методическом формате, это мой педагогический опыт работы с предыдущими программами, с нормативной документацией, при разработке рабочих программ, да, и, соответственно, я вот его в таком методологическом формате вижу. Вы можете взять за основу, да, и, опять же, мой опыт работы, мои предложения. Вы можете, собственно говоря, к этому не прислушаться и сделать так, как вы считаете нужным. Но я, готовясь к вебинару, всё-таки очень внимательно проработала и содержание, и требования к результатам обучения, и вот у меня появились какие-то вот такие аналитические выводы, которые, возможно, вам будут интересны, вы сможете их использовать при разработке своих рабочих программ. Итак, посмотрите, мы составляем тематическое планирование примерно по классам обучения. Это тот минимальный уровень, который, собственно говоря, заложен у нас в требовании к рабочим программам. Значит, я на текущий момент взяла базовые модули, которые у нас рекомендованы, да, вот, и, соответственно, дополнила их тем содержанием тематических блоков, которые у нас присутствовали ранее. И у меня получилось вот шесть наших обязательных модулей базовых, которые, да, здесь я выделила. Также обязательно это всё, что связано с формированием проектных компетенций, то есть технологии творческой, проектной исследовательской деятельности, и все вопросы связаны с изучением регионального рынка труда и вопросами профессионального самоопределения, да. И, соответственно, вот попыталась, как говорится, просто плюсами обозначить, да, присутствие этих симптомов в том или ином классе обучения. То есть если мы с вами будем исходить в соответствии с требованием ГОС, да, что базовое, как говорится, содержание у нас составляет 70% учебного времени, то есть не менее, да, 70, вот, а вариативное содержание не более 30, то у нас получается такой примерно расклад, да, условно, что если мы берём с пятого по восьмой класс 70 часов в год, ну, там 68-70, да, то третья часть будет составлять примерно 20%, и, как мы говорим, базовая часть будет составлять примерно 50%. Ну, и, соответственно, в девятом классе выделяется один час в неделю, соответственно, 25 часов на базовое содержание и на дополнительное, на вариативное содержание примерно 10 часов, да. Как вы видите, я здесь не обозначила содержание конкретно по дополнительным модулям, я просто их обозначила растений, водства и животноводства, на которые у нас есть условная ссылка, да, ну, и написала иные тематические модули по выбору педагога или школы, которые вы, собственно говоря, можете здесь вписать. Ну, и далее я попыталась каким-то образом соотнести содержание программы, требования к результатам освоения программы, выстроить это по классам. Я это сделала, как бы мы сказали, в паре, так, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый класс, да, потому что, с моей точки зрения, все-таки пятый, шестой класс, он является таким более-менее, ну, вводным, да, в содержание технологического образования. Часть знаний, результатов, все-таки в начальной школе, будем надеяться, учащиеся приобрели, но поскольку у нас модули такие достаточно разнообразные, какие-то из них в пятом классе могут быть введены в содержание, какие-то в шестом, то есть мне кажется, что это такой начальный уровень, как бы мы сказали, технологического образования, который наши школьники получают. Ну и каждый модуль я все-таки хотела бы разделить на какие-то такие большие тематические, может быть, разделы, которые, ну, концентрически повторяются из класса в класс, да, с пятого там по девятый класс и постоянно присутствуют в нашей программе, в том числе в результатах обучения. Поэтому у меня получилось, ну, наверное, следующее, да, понимание. В, значит, модуле производства технологий я выделила такие группы тем. Это организация рабочего места, включая аспекты охраны труда, техники безопасности, бережливых технологий, ну и просто, в конце концов, именно грамотного, правильного организации рабочего места. Далее это все вопросы, которые связаны с конструированием и моделированием. И в моем понимании все-таки имеет смысл отнести именно к этому модулю, потому что он касается различных технологий и не только технологий, да, как таковых, потому что очень часто, если вы обратили внимание, у нас есть задания, именно которые завершаются не созданием какого-то материального продукта, вот в реальном его воплощении, а именно на уровне конструирования и моделирования, да, и поэтому вот общие подходы к конструкторской, так как мы сказали, проектной деятельности, наверное, имеет смысл рассматривать отдельно. Далее я выделила такую как бы тему информационной технологии продукты. Почему? Потому что вы понимаете, что нужно какой-то общий подход к формированию опыта работы с различными информационными источниками, да, причем наши информационные источники в рамках технологической подготовки, они, может быть, достаточно специфичны, то есть это определенные графические источники, да, схемы, чертежи, рисунки, это какие-то, какая-то технологическая документация, которая, в общем-то, отличается от обычных, как бы мы сказали, текстовых, да, источников информации. Кроме того, у нас есть информационные технологии, которые мы можем рассматривать с точки зрения именно не просто передачи информации, а с точки зрения именно программного обеспечения, использования различных продуктов программных, которые позволяют нам эту работу выполнять. Ну, например, все, что связано с тем же самым модулем 3D-моделирования, проектипирования с компьютерной графикой, это тоже и наши информационные продукты. Кроме того, у нас есть такие темы, которые связаны с изучением технологии виртуальной дополненной реальности, которые связаны с изучением программного обеспечения информационных продуктов по работе, например, с различными беспилотными устройствами, в том числе, там, квадрокоптерами и так далее. Это не чистые, как бы мы сказали, все-таки технологии, которые относятся к тем или иным группам технологических операций. Мне кажется, что это некий, как бы такой общий подход, который, вот с моей точки зрения, имеет смысл выделить именно в модуле производства и технологии. Ну и определенная группа социальных технологий, которые касаются прежде всего чисто коммуникативного взаимодействия, сотрудничества. Это социальные технологии, связанные с менеджментом, маркетингом, который переходит уже в сферу каких-то, мы сказали, таких производственных отношений. Ну и, конечно, то, что нам более ближе. Это технология сферы услуг, это технология ведения дома, которая так или иначе, наверное, все-таки здесь присутствует. Если мы будем говорить о следующем модуле технологии обработки материалов и пищевых продуктов, то здесь с точки зрения результатов обучения четко прописаны вот эти вот виды материалов, как бы мы сказали. Это, значит, у нас технологии обработки древесины, древесных материалов, металлов и сплавов, текстильных материалов, пищевых продуктов. Ну и более старший класс их далее увидит технологии получения и обработки искусственных материалов. Соответственно, вот это тот традиционный наш с вами тематический модуль, с которым мы с вами и ранее всегда работали. Значит, если говорить о модуле компьютерной графики и черчения, то я вот на уровне пятого-шестого класса их выделила, как бы в три таких отдельных темы. Это инженерная графика или, как мы говорим, ручное черчение, потому что ученики тоже должны уметь это делать, в принципе, на бумаге руками. Это компьютерная графика, которая, в принципе, на сегодняшний день достаточно серьезно распространена и очень активно используется в различных и программных продуктах, и, собственно говоря, в сетях, в электронных ресурсах. И здесь без этого нам тоже никак нельзя. Ну и основы формообразования и дизайна, они тоже нам, естественно, нужны, поскольку мы работаем и с модулем 3D-моделирования и партийтипирования. У нас на сегодняшний день очень много технологий работы с пространственными редакторами. Это 2D, 3D формат. И, соответственно, понимаем, что изготовление любого материального продукта связано в том числе со знаниями основ формообразования и дизайна. Соответственно, сам модуль 3D-моделирования, партийтипирования и макетирования и модуль робототехника. Он очень широкий, но я бы вот в нем выделила все-таки таких три тематических составляющих. Это непосредственно моделирование, да, то есть это вот на уровне 5-6 класса, наверное, использование готовых робототехнических конструкторов, которые позволяют просто собрать какие-то робототехнические устройства и, соответственно, потом их на базе этих образовательных конструкторов решать более сложные информационные задачи. Это, конечно, модуль программирования, который требует от учащихся знаний и владений различным программам для того, чтобы эти робототехнические устройства привести в движение. Ну и то, что бы я назвала модулем автоматизации в робототехнике, это как раз понимание электроники, датчиков, контроллеров, различных чипов, которые нам нужны для того, чтобы соединить какие-то отдельные детали, собственно говоря, вот этого устройства робота. Это программы, которые этого робота приведут в движение, он будет выполнять определенные действия и, соответственно, вот то, что мы называем именно манипулятором, который нам необходимо. Ну и здесь вы видите, что это технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности. Вы знаете, я не взяла на себя ответственность на данный момент обозначить количество часов. Я просто вот обозначила присутствие той или иной темы, того или иного модуля в данном классе обучения. И обратите внимание, что, опять же, в соответствии с требованиями планируемых результатов примерно в основной программе мы это четко видим. Кроме того, что касается технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности, я примерно указала, какое бы количество часов, скажем, я выделила, будучи преподавателем, учителем технологии, в каждом классе обучения. Ну вот я написала, что пятый класс — это примерно 6-8 часов в год. Я считаю, что здесь дети уже имеют какое-то представление о проектной деятельности, но нам здесь в большей степени нужно как раз знакомство с основами проектирования, этапы проектной деятельности, специфика, каждого этапа оформления проектной документации. И этого, наверное, достаточно на уровне решения задач проектного типа. Может быть, не следует доводить это до готового проектного продукта, до защиты проекта, как мы это с вами делаем в классическом формате, пока только ребенка вводить в эту сферу проектной деятельности на таком серьезном уровне. Ну, что касается шестого класса, я здесь количество часов увеличила, 8-10 часов, опять же, для того, чтобы, во-первых, расширить возможности и содержание проектной деятельности, а с другой стороны, все-таки дети, которые уже достаточно хорошо ориентируются в этой сфере деятельности, вполне возможно, они могут уже реально разработать и изготовить, и представить проектный продукт, ну и какие-то дополнительные модули, которые вы сюда можете включить. Если мы будем говорить о 7-8 классах, то вы видите, что здесь все-таки у нас в модуле производства и технологии появляются такие общие методологические вопросы, такие как, например, закономерности перспективы и последствий технологического развития. Это уже вопросы не просто основ конструирования и моделирования, а именно конструирование и моделирование технических систем, то есть мы вводим понятие, да, уже не просто технологическая операция, технология, а именно технологическая система, в чем специфика, в чем особенности. И здесь в рамках информационных технологий продуктов у нас уже обозначена технология дополненной виртуальной реальности и, соответственно, мы это тоже в этот модуль выносим. Значит, обратите внимание, что здесь у нас изучение технологии обработки конструкционных материалов, наших традиционных материалов и текстильных уже завершено, то есть ученики имеют теперь представление, опыт работы с данными, как бы мы сказали, традиционными материалами. И здесь мы упор все-таки делаем на искусственных материалах, причем хочу обратить ваше внимание, вот, искусственные материалы это, по сути дела, композиты, да, сегодня используется такой термин, и на самом деле композиты на сегодняшний день своей классификации настолько разнообразны, куда входит и основы именно и древесных материалов, и металлов, и текстиля. И поэтому все-таки будущее на сегодняшний день, ну, с моей точки зрения, я вчера достаточно вот много в сети на это посмотрела, это за композитными материалами, да, то есть, как говорится, содружество нескольких материалов, да, вот, и поэтому, наверное, имеет смысл обратить внимание именно на искусственные материалы, и поэтому седьмой, восьмой класс посвящен именно изучению этих бидов, этих групп материалов. Ну, и технология обработки пищевых продуктов здесь у нас сохраняются. Ну, и сохраняются все остальные у нас модули, она же традиционная, да, в том числе, обратите внимание, в восьмом классе у нас появляется модуль, связанный с профессиональной ориентацией, да, с профессиональным соопределением. Вот здесь я хотела бы обратить ваше внимание, это не значит, что мы не будем там в пятом, шестом, седьмом классе вообще об этом говорить. Конечно, мы, когда знакомим детей с группами технологий, мы всегда традиционно говорили и о группе профессий, да, о видах профессиональных умений, которые связаны именно с теми или иными технологиями. Понятно, что мы продолжаем работу в этом направлении, да, и будет, наверное, смешно, если мы только в восьмом классе начнем говорить о будущей профессии. Но с точки зрения именно профессионального самоопределения, да, построения жизненных траекторий, знакомства с рынком труда, оно все-таки упор делается именно на восьмой, девятый класс, когда у школьников есть уже представление о современном уровне технологического развития общества, и они уже так более осознанно, на смысл, начинают задумываться о своем именно профессиональном будущем. Ну и опять же, как вы видите, здесь увеличивается количество времени на проектную исследовательскую работу. Я думаю, что уже в седьмом-восьмом классе наши ученики вполне способны реализовывать индивидуальные или, может быть, даже несложные групповые проекты, да, приобретая в этом не только опыт изготовления, да, создания материального информационного продукта, ну и, собственно говоря, опыт какого-то сотрудничества, как мы говорим, коммуникации, коллаборации, которые на сегодняшний день на самом деле очень важны в рамках результатов реализации образовательной программы. Ну и если мы будем говорить с вами о девятом классе, то видите, здесь как-то уже упор у нас в программе отражен на формировании проекта, компетенции в рамках реализации командного проекта. Но опять же, весь год ведь не посвятишь только разработке, да, реализации одного проекта, какие-то все равно завершающие темы должны быть. Поэтому я считаю, что целесообразно все-таки выделить часы на вопросы, связанные с профессиональным самоопределением. Ну и сам модуль производства и технологий, он нам дает возможность обобщить имеющиеся знания в рамках вот технологических, да, каких-то процессов и явлений. И когда школьники непосредственно, да, перейдут к вот проектированию, разработке и реализации вот этого командного проекта, то, конечно, здесь в совокупности будут реализованы все остальные тематические блоки и модули. Или я имею в виду их так внутри как бы модуля, да, технологии творческой проектной деятельности. То есть в рамках вот предположим этих, например, там, условно говоря, 15 часов, которые, ну там, 15, может быть, 20 часов, которые будут выделены на проектную деятельность. То есть у нас с вами будет и связаны вопросы проектирования материальных информационных продуктов, и технологии обработки материалов, и компьютерной графикой черчения, и 3D-моделирование, и возможные робототехники, автоматизированные системы. Это будет зависеть от того, какую тематику командного проекта выберут наши ученики, и, соответственно, все эти знания, которые они приобрели с 5 по 8 класс, они здесь будут реализованы. Ну и сейчас просто хотелось привести несколько примеров оформления тематического планирования, потому что вот в своей работе, а это уже там более 20 лет в качестве, там, скажем, методиста, да, руководителя, я постоянно сталкиваюсь с определенными ошибками. Когда на экспертизу присылают рабочие программы, то практически в 90, я бы сказала, в 5 случаях, а может быть, даже больше, мы все время указываем на те ошибки, которые у нас совершают педагоги, да. Значит, вот посмотрите, я взяла просто один модуль, да, например, для 8 класса, это производство и технологии, да, и хочу вам представить формат не просто тематического планирования, он мне раньше был представлен, да, по классам обучения, а именно учебно-тематического планирования, потому что он касается какого-то конкретного модуля. Вот, например, с моей точки зрения, в 8 классе на изучение модуля производства и технологии, я считаю, что целесообразно выделить 8 уроков, да, то есть 16 часов, и разделить их на 3 учебных темы, да. Да, первая тема, это современные промышленные производства и обработки материалов с заданными свойствами, как это в результатах указано, и, собственно говоря, некий опыт, да, практически, это проектирование, изготовление материального продукта из композитных материалов, потому что упор в 8 классе по результатам сделан именно на композитные материалы. Обратите внимание, да, что в учебно-тематическом планировании мы должны не просто темы указать и количество часов, выделяемых на изучение данной темы, как требуют нормативные документы, но и желательно определить виды деятельности, да, с точки зрения занятости обучающейся, сколько мы времени потратим на теорию, да, сколько мы времени потратим на практическую деятельность и обязательно контрольные процедуры. Педагоги почему-то все время об этом забывают. Опять же, смотрите, при распределении часов мы руководствуемся рекомендациями примерной программы, где указано по нашему предмету, что на теоретическую часть должно быть потрачено не менее 20% учебного времени. И, соответственно, я вот исходил из этого, да, то есть вот если 16 часов у нас весь блок, то вот 2,5 часа, с моей точки зрения, как раз можно потратить на изучение теории. Далее, посмотрите, когда мы представляем содержание программы, то мы, естественно, в рамках теоретического изучения указываем те аспекты теоретические, о которых мы будем говорить, да, которые касаются содержания темы и обязательно указываем формы практической работы и формы, как говорится, контрольных процедур. Ну, например, скажем, вот в первой теме, когда мы знакомимся, да, с современными, как говорится, результатами технологического развития общества, мы говорим о технологических укладах, мы говорим о таком понятии, как циклы контрактива, как это все происходило, какие перспективы, ну и, соответственно, что у нас на сегодняшний день есть, какие перспективы есть. С моей точки зрения, практическая работа может заключаться в том, что ребята делятся на группу, берут информацию о технологических укладах, собирают информацию и, соответственно, представляют свои результаты. Значит, посмотрите, вот, например, на первом уроке, да, вы видите, у меня 0,5 на теорию, два урока, да, то, соответственно, например, полурока мы обговариваем как раз и теоретические аспекты, знакомимся, а полурока учащиеся вот на группах обсуждают, что они возьмут, какие они вопросы будут обсуждать. И, соответственно, уже в рамках, так скажем, внеурочной деятельности, домашнего задания, они готовят презентацию, представляют сообщение. И следующий, как бы мы сказали, полурок – это у нас контроль, да, то есть они презентуют вот результаты своей работы по группах. И в качестве контрольной процедуры я предлагаю выполнение творческой работы в формате, скажем, СССР, да, прогноз технологического развития общества. То есть это буквально там 15, может быть, минут урока, когда ученики могут сесть и написать, вот, как они, скажем, видят развитие там техники и технологий. Вы можете дать им какие-то вопросы, по которым они эту работу выполнили, да, и, соответственно, вы это все оцените. То есть вот вы видите, что в таком формате мы это содержание программ представляем, тогда нам четко видно, по какой теме содержание, в чем практика будет заключаться и какие контрольные процедуры у нас будут обозначены. Если мы переходим в формат календарно-тематического планирования, а в неких школах приняты именно, например, такой формат, то это можно сделать, грубо говоря, вот в таком формате таблицы, где мы точно так же обозначиваем блок содержания темы, да, какие-то планируемые результаты. Очень часто школы просят именно это все четко прописать по темам, опять же, культуры, труда, технологические проекты, компетенции, мета-предметные, личностные, ну и обозначить те дидактические материалы, которые мы будем использовать. Например, опять же, если мы берем данную тему, вот, значит, предположим, это, грубо говоря, первый урок, например, в восьмом классе, да, значит, мы здесь можем подготовить, показать презентацию этапа технологического развития, в том числе циклы Кондратьева, да, мы можем просто подготовить слайд-шоу с какими-то именно технологическими достижениями в рамках тех или иных технологических укладок. Также должны быть сделаны задания для творческой работы, практической работы, какие-то памятки, какие-то вопросы, какие-то рекомендации, это можно сделать в электронном виде, разместить, можно, в принципе, распечатать. Ну и я, например, посчитала, что, скажем, условно в учебнике, предположим, восьмого класса, там второй, третий параграф посвящен, скажем, этим вопросам. Ну и здесь вы видите в первом столбике, у меня написан номер урока дата, как правило, дату мы указываем уже потом, по факту, когда это было проведено. Я считаю, что, наверное, не совсем административно грамотно просить педагогов указать эти даты на начало учебного года, потому что, во-первых, у нас меняется расписание, во-вторых, могут быть разные, как вы понимаете, ситуации, как было в этом году, но последовательность, как бы вы сказали, изучения тем, но по календарно-тематическому планированию понятно. Вот, и еще я сейчас хочу обратить ваше внимание как раз на ошибки при планировании, о которых я вам только что говорила. Какие вот регулярно, постоянно допускают наши педагоги ошибки при составлении тематического планирования, да. Прежде всего, вот я как бы вам два варианта предложила, да, это как бы начало учебного года, скажем так, какая-то часть, да, и конец, да, тематического планирования. Значит, посмотрите, мы с вами должны понимать, что это учебно-тематическое планирование, да, то есть мы здесь можем указывать только темы, то есть содержание тем, никаких видов деятельности здесь у нас не должно быть указано. Что у нас делают педагоги? Например, смотрите, вот я четвертый, да, смотрю, пишу, творческая работа, там, определение личных потребностей или практическая работа. Практическая работа – это не название темы, да, это вид деятельности, поэтому с методической точки зрения, с нормативной точки зрения – это нарушение. Также, опять же, тема должна формулироваться в одно предложение, да, а, соответственно, расширение содержания темы вы будете уже отражать именно в содержании, вот, или в подзаголовках вы можете взять один, например, большой модуль и, соответственно, разделить его на несколько тем. И, соответственно, содержание уроков вы будете уже либо в технологических картах раскрывать, либо, может быть, в тематическом планировании уже поурочным. Кроме того, вот первая тема очень часто мы встречаем – ведение в технологию техника безопасности на уроке темы. Что такое техника безопасности? Если это инструктаж, то это опять форма работы, да, если это требование к безопасным условиям труда, тогда и пишите так – требование к безопасным условиям труда. Но, опять же, посмотрите, в течение года у вас будет несколько разных технологий, да, практически в соответствии с Анпин, когда мы приступаем к какому виду практической работы, мы с вами говорим о технике безопасности и инструктаже, но мы же не будем об этом писать в каждой теме. Поэтому это просто часть, наверное, каждого урока, поэтому здесь вот, наверное, не совсем грамотно это обозначено. Точно так же, вот вы видите, в восьмой теме расширение нам не нужно, да, характеристики технологического процесса, технологии, техники, технологическая документация. Поставьте точку после слова «процесс», а в рамках своей технологической карты вы непосредственно все содержание раскроете, да. Значит, второй момент, который, как правило, встречается в конце тематического, тематического планирования, да, здесь тоже получается содержание тематического нет. Например, подготовка итогового проекта, выполнение итогового проекта, защита итогового проекта. Это не содержание, это опять вид деятельности. Выберите тогда большую тему, назовите ее проектирование там и изготовление там материальных продуктов. Все, да, и, соответственно, тогда вы сюда включаете и вопросы, связанные с какими-то теоретическими аспектами, с процедурными. Это последовательность. У вас на этом, может быть, скажем, выделены те же, предположим, там 10 часов. Но у вас эти 10 часов уже поурочно дальше распишется конкретно по содержанию, что вы на каждом уроке будете делать. И тогда в содержательном формате к вам никаких вопросов не будет. Далее, очень часто в конце у нас есть такая формулировка, итоговое повторение по курсу пятого класса. Это что у нас за тема такая, да? То есть это контрольные процедуры. Либо вы включаете в каждую тему, проверяете, да, либо дайте какую-то, собственно говоря, итоговую работу, опять же, по содержанию, например, закономерности технологического развития или перспективы там еще чего-то технологического развития. И, соответственно, тогда будет понятно, что вы об этом говорите и это будете оценивать. И самая большая ошибка, которую постоянно вот учителей, я бы так сказала, наказывают, особенно при проверках нормативно-отчетной документации, это резервное время. Резервного времени у педагога быть не может. Педагог планирует всю рабочую программу. Вы можете это внутри года как-то все занести и, соответственно, кто-то больше, кто-то меньше, да? Поэтому здесь никаких, как говорится, запасных вариантов быть не должно. Все количество часов должно быть расписано полностью от и до. Поэтому, пожалуйста, вот обратите внимание, поскольку, когда я работаю в качестве эксперта, при проверках школ, при аккредитации, аттестации, мы постоянно пишем эти замечания. Прокуратура на это обращает внимание, считается нарушение образовательной деятельности, финансовой дисциплины и никаких вот таких вот форм представления документации быть не должно. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание. Это не сразу легко все делается, нужно на это определенное время, но, тем не менее, думаю, что постепенно вы научитесь грамотно оформлять методическую документацию, рабочую программу, включая элементы, связанные с тематическим планированием. То есть планирование касается содержания, а не видов деятельности. Ну и также не забывайте, что когда вы разработали уже тематическое планирование для уроков, у нас с вами есть еще технологическая подготовка. Это все, что связано с неурочной деятельностью, с доп. образованием. Мы должны за основу с вами брать уроки технологии, понимая, а мы там вот это уже изучили. А дальше мы развиваем содержание и, опять же, с точки зрения проверок, у нас не должно быть повторов того, чего уже пройдено уроки. То есть в каком-то формате нужно это подавать, актуализировать, расширять, углублять и так далее. Ну и немножко, несколько опять моментов на нашей методической поддержке педагогов. Это наши учебники, которые, естественно, вам помогают разработать свое тематическое планирование. Это учебники нашей корпорации «Российский учебник». В программе «Глосс Молхотунцево-Кожаный» вот здесь есть рабочая программа. Есть их, собственно говоря, тематическое планирование, которое вы можете воспользоваться. Это новая МК под редакцией Тищенко-Синеца. То же самое все у нас есть. Это учебники издательства «Просвещение» под редакцией Казакевича Пичугина и Семенова. И там тоже есть ссылки и на рабочие программы, и на методические пособия. Вот все, что касается вопроса профессиональной ориентации, у нас выходит в продажу новое учебное пособие, профессиональное самопределение, личность, профессия, карьера. Еще раз я педагогам говорю, что по QR-коду вы можете сделать пресс-заказ и приобрести это пособие, как оно только появится в продаже, вам об этом сообщат. Это тоже наши учебники по черчению, которые входят в федеральный перечень учебников. Но сейчас это часть нашей программы по технологии. Это МК под редакцией Преображенской-Кадуковой и под редакцией Ботвинникова. Также в помощь вам для составления тематического планирования могут быть наши технологические карты, несмотря на то, что они сделаны под предыдущие, как говорится, филпул, под предыдущий формат МК, но в содержании, в планировании вы их можете использовать. Ну и наши электронные ресурсы на сайте Росучебник, которые вы можете у нас найти в разделе «Методическая помощь». Это наши и рабочие программы, и методические пособия, и какие-то разработки. Вот здесь вот есть некоторые, как говорится, подсказки. Значит, это наши электронные образовательные ресурсы, в том числе электронные учебники, которые сейчас пока в свободном доступе по промо-коду «Учимся дома». Вы можете с ними познакомиться. Еще раз говорю, что наши электронные учебники на сегодняшний день идентичны печатному варианту. Ну и, конечно, наши вебинары, которых мы провели большое количество за год, в том числе и посвященным и предметным технологиям, и разработке рабочих программ, и вопросам профессиональной ориентации. Поэтому я надеюсь, что они, в общем-то, вам могут быть полезны. Ну и в заключение хочу сказать, что по плану июля мы запланировали еще раз серию вебинаров в таком уже более, как бы мы сказали, конкретном формате. В июле мы планируем провести вебинары по разработке тематического планирования по классам обучения 5, 6, 7, 8. То есть более подробно мы будем говорить о том, какую тему, в какой последовательности, столько часов. Это вот уже этот формат будет посвящен. Чтобы было просто вам запомнить, я поставила каждый вторник в 13 часов вебинар. Что касается августа и месяца, то мы работу эту продолжим. То есть мы поговорим о проекте в девятом классе. Это очень отдельная специфичная тема. Поступил запрос от наших педагогов о проведении вебинаров по теме сетевого взаимодействия. Мы обязательно это сделаем. И, наверное, в августе и дальше продолжим в сентябре мы поставим серию вебинаров по тематическому планированию в рамках модулей. То есть мы возьмем модуль, скажем, производства и технологии. В каком классе, какие темы, на что обратить внимание. Я думаю, что здесь я уже смогу подключить наших, как говорится, коллег. Это наши, как говорится, педагоги. Это наши научные работники, педагогических вузов, которые практически смогут нам оказать здесь более профессиональную, компетентную поддержку. Ну и если какие-то у вас вопросы есть, пожалуйста, пишите, обращайтесь. Единственное, хочу сказать, что, возможно, в июле месяце у нас сменится электронная почта и сменится телефон мобильный у меня в связи с тем, что у нас сейчас произошло переорганизация группы компаний просвещения. Ну, соответственно, как какие-то изменения будут, если к следующему вебинару, то я вам уже в презентации сообщу наши новые контактные данные, чтобы мы с вами могли продолжить эту работу. Ну, вот общие у меня, как говорится, подходы, общие вопросы завершены. Я сейчас посмотрю ваши вопросы в чате. Значит, вопрос о отношении теории и практике. Значит, у нас в примерной программе написано, что теория должна составлять не более 0,2 кода объема времени и содержания. Поэтому там прямо четко написано. А в пятом классе нет технологии обработки пищевых продуктов. Да, в базовом компоненте результатов обучения по данной теме нет. Ну, если вы хотите, вы можете за счет вариативного содержания это включить. Значит, вы предлагаете рабочую программу, только исходя из учебников Тищенко? Нет, конечно. Я вообще сейчас не говорила ни про какие учебники. Я говорила про те требования, которые отражены в тематическом планировании в отношении примерно основной образовательной программы. Вот, соответственно, это есть, надо выбирать из каждого УМК. Значит, где модули сельского хозяйства? Ну, я уже говорила, что модули сельского хозяйства, они относятся к дополнительным модулям. Если вы считаете необходимым их включить, то, пожалуйста, включайте. Примером рабочей программы поделиться. Ну, я же вам сказала, что мы сейчас общие вопросы разбираем. Пример рабочей программы у нас есть по каждому УМК. Можете взять любой. Это их авторская рабочая программа. Что касается отдельных материалов по классам обучения, мы об этом будем говорить в августе. Что касается в целом оформления, то в каждой школе это индивидуально. Это смотрите так, как есть. Надеюсь, может быть, в сентябре, в августе мы все-таки постараемся каким-то образом это воедино оформить и разместить у нас на сайте. Так, в тематическом планировании, видимо, последовательности и системности. Вот, значит, ну, в данном случае и не может быть в тематическом планировании, потому что тематическое планирование не ставит такую задачу. Там нужно отразить темы. А вот если это у вас, как мы говорим, календарное тематическое планирование или поурочное планирование, как в школе говорят, Там, конечно, последовательность, преемственность должна быть, но это каждая школа, каждый учитель определяет самостоятельно, как материально-техническая база есть, какое взаимодействие возможно, в том числе и сетевое с другим педагогом, поэтому здесь не может быть каких-то единых требований. Так, компьютерную графику дают на своих уроках учителя информатики. Как давать этот модуль? Ну, во-первых, надо, естественно, изучить программу по информатике, встретиться с учителем информатики, это вообще-то как бы обязательное требование на сегодняшний день и нормальное явление, да, и согласовать эти все вопросы, выяснить, что дети там узнают, что может быть вы раньше, что-то даже в начальной школе вполне возможно изучали. Как давать модуль, компьютерная графика? Ну, этот вопрос нужно задавать администрации, я думаю, что надо еще раз нашу администрацию познакомить с изменениями в нашей программе, потому что, как вы понимаете, педагоги нашей администрации не в курсе объяснить, что теперь это так должно быть. Значит, про Олимпиады я уже говорила, еще раз повторяю, Олимпиады никак не связаны с нашей премьерной программой, Олимпиады это работа с одаренными детьми, те, которые хотят заниматься технологией в гораздо расширенном варианте. Так, получается, предмет обо всем и не о чем, тогда руками что делать? Знаете, руками делать постоянно, просто вы как-то в большей степени привыкли к тому, что взяли какую-то технологию, выполнили практическую работу. Но мы сейчас не по отдельным технологиям, я постоянно говорю, что мы берем какой-то материальный продукт или информационный продукт, его тоже в том числе технологически нужно реализовать, и это все делаем. Поэтому технологии это не только работа руками, прежде всего работа головой, а потом уже руками, поэтому вот эти все вопросы нужно просматривать. А проектная деятельность это ведь не только практика, это в принципе и при изучении отдельных технологий, видов работы, это тоже практическая деятельность. Так, если в нашей школе в девятом классе часы не дадут, то я должна буду вставить программу восьмого класса. Ну, во-первых, если вы сейчас готовите программу для пятого класса, то вы просто прописываете в соответствии с требованиями пятой по девятой класса, наверное, просто если ваша администрация еще не знает, что требования изменились, вы просто доводите до их сведения, что у нас теперь технологии с пятой по девятый класс. Если вы сейчас хотите для нынешних там восьмых-девятых классов вставить, то тогда, наверное, нужно будет объяснить, что это сейчас требование было бы неплохо, если бы школа этим ресурсом воспользовалась. Потому что, честно говоря, то, что мы изучаем в восьмом и девятом классе, работает на всю школу, особенно девятый класс. И командный проект, который формирует в большей степени именно технологические метапредметные результаты обучения. Так, вводные и первичные инструктажи в тематическом планировании. Ну, еще раз скажу, что мы в тематическом планировании не указываем никаких инструктажей. Мы их обозначим непосредственно в каждой технологической карте урока. Или там сценарий урока, как у вас принято, или конспектов. А в тематическом планировании мы с вами это не обозначим, потому что это часть любой технологически ориентированной деятельности. Можно ли в девятом классе технологию заменить на черчение? Нет, нельзя технологию заменить на черчение, потому что технология – это обязательный предмет, он так и называется. Черчение может быть дополнительным учебным курсом из вариативного компонента. Когда скорректируете программы, да? Ну, программы будем корректировать. Я думаю, что вот сейчас уже часть наших авторов приступили к этой работе. Вот вы сейчас пока все-таки работаете над пятым классом в большей степени, да? И поэтому, что касается восьмого и девятого класса, вы самостоятельно разрабатываете тематическое планирование. Мы эту помощь вам окажем, но вы поймите, что программа появилась в феврале. Мы с вами узнали об этом в апреле. Все в это время находились, как вы понимаете, на карантине, поэтому работа идет. Как проконсультировать учителей математики и информатики, как давать все эти темы? Ну, во-первых, вне зависимости, я не знаю, кто пишет вопрос из какого региона, но это курсы повышения квалификации, это, конечно, работа естественной региональных институтов повышения квалификации. Очень плохо, что вы пишете одно, делаете другое. Сейчас контроль у нас будет достаточно жестким по разным формам проверки. Вы знаете, если у вас есть конкретные вопросы и содержание, пишите мне на почту или позвоните. Так, можно вебинары поставить по времени попозже, 7 июля будет ЕГЭ. Вы знаете, поставить я уже их не могу, план у нас утвержден, все это прописано. В конце концов, вы можете вебинары посмотреть в записи. Вот, соответственно, и если вопросы возникнут, то их мне уже задать. Спасибо вам за вопросы. Я понимаю, что их с каждым вебинаром становится не меньше, а больше. Это, конечно, радует, что вы хотите выникнуть и разобраться в этих всех вопросах. Здесь, в данном случае, как с нашим любимым предметом, только терпение, только понимание, потому что предмет у нас постоянно меняется, постоянно изменяется. И это, наверное, нормальная реальная ситуация, потому что технологический мир, который нас с вами окружает за окном, постоянно меняется, и мы с вами должны быть в тренде, следует всем этим изменениям. Поэтому спасибо вам большое внимание за понимание, за озабоченность, за желание в этом всем разобраться. Надеюсь, что вот те планы, которые мы обозначили на июле-август, позволят вам более подробно с этим всем разобраться. Большое вам спасибо. До свидания. Если будут вопросы, пишите на почту или звоните. Всего доброго.